Всем привет, мои дорогие зрители! Невероятные приключения Джо-Джо это любимая манга японского автора Хироки Котосюки Раки Он ее написал еще в 1987 году и пишет до сих пор Фандом невероятных приключений Джо-Джо распространился в страны всего и в СНГ, начиная все в том мире Фандом невероятных приключений Джо-Джо распространился в странах всего мира, начиная в том числе и в России Поначалу автор вдохновлялся мангой Кулак, Кулак Северной Звезды что проглядывается в стиле рисовки и персонажей Товарищ Джонни Танжитли не точь-в-точь списан из главного героя Кулака Впрочем, автор манги Кулак не жаловался на плагиат со стороны СНС и Раки Коараки Позднее из стиля автора манги невероятные приключения Джо-Джо стал меняться стилистически и был вдохновлен гомоэротическими позами с обложек журналов моды Дольче Габбана и Гуччи Но сегодня мы поговорим не об этом Среди фанатов невероятных приключений и манги А Джо-Джо гуляет немало теорий Но ни один из моих любимых ютуберов вроде Тимми и канала Доджен так и не смогли толком объяснить связь новой и старой вселенной Джо-Джо Если вы не знали в конце шестой части главный злодей-священник используя способности своего сцента перезапустил всю вселенную невероятных приключений Джо-Джо что означает, что всех прошедших событий не было Он переделал вселенную с нуля по своему желанию и указанию Диву Бранду, антагониста еще с первой части Однако забыв избавиться от Эмпорио, который по итогу не дал злому священнику сделать так, чтобы вы не знали свое будущее наперед И вот теперь во вселенной из оригинальных персонажей остался только один маленький мальчик Эмпорио который по пути Один маленький мальчик Эмпорио, который по пути встречает воскресших и природившихся главных героев предыдущих частей Но теперь они перешли на сторону добра Итак, мы увидим последствия, что Киро остался в живых так как событий предыдущих частей не было и поэтому Киро стал хорошим Он был плохим парнем, потому что у него никогда не было матери но в этом варианте вселенной его усыновила мать Джо-Джо-Джо К сожалению, Джо-Джо умер во время событий шестой части А после результата так вышло так, что у Холли Коджо никогда не было сына Вместо него у нее родилась дочь которая взяла впоследствии фамилию Ниджимуру в честь погибших героев в четвертой части Кейчо и Окуядзу А в лыжбоках восьмой части мы также видим Джозефа Джостера бывшего главного героя в второй части и главная трикстера невероятных поручений у Джо-Джо И в измененном прошлом мы видим, что с ним все-таки все в порядке так как с вампиром он мог сражаться И в измененном прошлом мы видим, что с ним все в порядке так как с вампирами ему сражаться не пришлось В седьмой части также появлялись такие герои как Сезарь Цепель и Джонатан Джостер главный герой самых первых частей манги Дело также не стал вампиром из-за этого измененном мире после ресета Оно тоже остались в непонятках насчет того куда пропал импория после шестой части ведь как и восьмая они происходят в одно время Время действия обоих частей разворачивается параллельно друг к другу в 2011 году Но на этот вопрос ответить непросто ведь импория в это время находится в Америке А Джо-Джо с новыми друзьями в Японии Также можно понять, что все даже выжившие герои предыдущих частей умерли и не переродились по желанию Кочи Именно поэтому одним из ключевых персонажей восьмой части вместо Коечи является его сестра которую мы могли видеть ранее в четвертой части В 2011 году она уже подросла и является рейсницей Джостки То есть именно в восьмой части мы можем конкретно наблюдать все последствия ресета, которые сделал Кочи Всем спасибо за просмотр и до новых встреч Если понравилось это видео, то поставьте свой речетный лайк И подпишите на мой взгляд на всем всего наилучшего И ставьте лайк Дорогие друзья Просто по-дружески хочу сказать вам Какого бы сословия вы не были Сколько бы вы не зарабатывали Вы должны знать, что R в названии игры Джорджиус Бизарр Адвенчер Олд Стар Баттл R Это развод лохов на бабки Редактор субтитров А.Семкин